Обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Господин президент, события в Украине и вокруг Украины являются в последние годы предметом обсуждения и тщательного изучения. В навязанной российской пропагандой повестки дня, хотят или нет, участвуют и народы Кавказа. В подавляющем своем большинстве Кавказ болеет за Украину, переживает за ее упущение и радуется ее победам. У кавказцев всегда традиционно были добрые отношения к Украине и к украинцам. А в годы Голодомора, тяжелейшее для выживания время, чеченцы в свои семьи брали украинских детей и делали их частью своих семей. Сотни, а то и тысячи чеченцев – потомки от тех усыновленных чеченцами украинских детей. В очень сложное для Украины время, когда Россия заняла часть ее территории, многие чеченцы приехали к вам, чтобы воевать за вашу свободу и многие погибли на этом пути. Имея такой багаж доверительных отношений, кавказцы, чеченцы, в частности, приобретали приоритетом своего проживания выбирали Украину. Нам непонятно, какими аргументами и доводами вы руководствовались, когда в санкционный список врагов Украины выключили совсем невиновных ни в чем чеченцев. Людей, которые проливали свою кровь за Украину, когда многие украинцы высокого уровня власти саботировали, а то и откровенно придавали интересы Украины. Почему чеченцы, родившиеся в Украине, честно работающие на благо Украины, попали в санкционный список? Мне в моих консультациях по этому вопросу с украинцами, моих знакомых, находящихся во власти или около власти, озвучили две версии. По первой версии, вы, господин Зеленский, преследуя невиновных чеченцев, пытаетесь понравиться президенту Российской Федерации Владимиру Путину и добиваетесь встречи с ним. Вторая версия банальна, как сама сегодняшняя жизнь. Ваше окружение невиновных чеченцев включили санкционный список, чтобы отжать у них бизнес. И в первом и во втором случае это подло, это преступно. С чего это я обращаюсь к вам? Имею ли я на это право? Да, господин президент, находясь в российских лагерях, будучи политзаключенным и узником совести, рискуя своим здоровьем, а то и своей жизнью, я с 2014 года протестовал против отжатия Крыма и оккупации Донбасса. Я подписывался под каждым требованием и протестом своим именем за Украину, когда многие, кто сейчас во власти в Украине, занимались исключительно своими шкурными делами. Когда европейские чеченцы, включая Турцию, приняли решение протестовать во всех странах возле украинских посольств, когда чеченцы-бизнесмены, которые достаточно глубоко интегрированы в европейский бизнес, хотели обратиться к своим коллегам в Европе, прервать контакты с Украиной и выразить недоверие украинской власти, я их отговорил, попросил не торопиться. В эти очень сложные дни для Украины не хочется сыграть на стороне врагов Украины. Господин президент, от имени Кавказского чеченского сообщества я обращаюсь к вам с просьбой разобраться в сложившейся ситуации и принять правильное решение. «Мы не просим обравдать виновных, мы требуем не преследовать невиновных». И последнее. Когда в 1944 году выселяли чеченцев и ингушей, оставшие там начали грабить их дома. Равин собрал евреев и сказал, «Не прикасайтесь к их вещам, они без сомнения вернутся обратно и обязательно потребуют ответ». Господин президент, я надеюсь, что вы с должным вниманием отнесетесь к нашему обращению и защитите незаконно преследуемых людей в Украине. От имени и поручению президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.